Вокруг озера Круглое раскинулось село Хамутинино. Основано село, как казачье поселение, казаками, братьями Хамутиниными в 1750 году. 258 лет село. Богатая история Хамутинина хранится в Хамутининском историко-краеведческом музее «Малая Родина». Дата образования музея – 7 ноября 2003 года. Свидетельство номер 9662 от 14 апреля 2004 года. Музей размещен в здании сельского дома культуры и занимает площадь 90 квадратных метров. Цель создания музея – привлечь как можно больше детей и жителей села к изучению истории родного края, организовать работу по повышению уровня патриотического воспитания на основе собранного материала и встречи со сторожилами села. Работа музея отмечена грамотами и дипломами Увельского района и Челябинской области. Экспозиция музея имеет разделы. Природа села, казачий быт, Рукоделие. Рукоделие. Калхоз имени Куйбышева. Калхоз имени Куйбышева. Санаторий «Урал». Хамутининское сельское поселение, СПОРТ, Сельский дом культуры, Хамутининская школа ими гордится селом, Нумизматика, Комната боевой славы, В музее организуются выставки односерчан, Богата природа села Хамутинин, Из шести памятников природы Челябинской области в Увельском районе, Три находятся на Хамутининской территории, Два гидрологических памятника, Озеро Горькое и Подборное, И один ботанический, Хамутининский реликтовый борт. Основателями села являются казаки, На этих фотографиях местное казачество и их семьи, Последний атаман казанцев Яков Дмитриевич и Фомичев Константин. Семья Фомичева. Казачество – гордость нашего села. В разделе «Казачий быт» собраны подлинные предметы быта. В каждой избе обязательно присутствовали предметы первой необходимости. Икона. Зеркало. Самовар. Тупая песня для шевушения проса. Колыбелька. Сундук. Шкаф-конторка. Сказкий станок. Деревянная корыта. Рукомойник. Глиняная посуда и другая утка. Отдельно можно выделить предметы женского труда. Макет русской печи. Ухваты. Лопата. Кочерга. Сковородник. Вафельница. Чугун. Сковорода. Карамыс. Кочерга. 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 Макет. И среди. Кочерга. Чугун. Швейная машинка. Лен во всех стадиях обработки. Мятый, трепанный, чесанный, сприденный, сотканный и готовый изделие из льна. Гордостью музея являются изделия сельских рукодельниц Бочкаревой Екатерины Григорьевны и Добрыниной Анны Константиновны. Самодельные холсты, вышивка крестом, гладью, вязание крючком, мережком. Этот ручник изготовлен в 1914 году. Предметами мужского труда являются деревообрабатывающий станок с ножным приводом, дермо, фрагмент седла, колодки для пошива обуви, фонарь, табакорезка, сер. Редактор субтитров А.Семкин В 1930 году на Хамутинской территории был образован колхоз имени Куйбышева. В советское время одно из передовых хозяйств в Вельском районе. Колхоз «Миллионер». В альбоме «Трудом красив и славен человек» собран материал о колхозниках. Лучшие труженики занесены в книгу почета. Колхоз неоднократно награждался переходящим красным знаменем. Дипломы. Грамоты. Фрегаты поливодов и животноводов, переходящими в импелли. Труженики колхоза, орденами и медальями. Здесь предоставлена уникальная коллекция журналов «За рулем» 1938-1942 годов. На Хамутинской территории действует санаторий «Урал», самый молодой в Уральском регионе. Здесь лечат местными минеральными водами «Уралочка», сопропеливаемыми грязями местных озер и, конечно же, современными методами. Генеральный директор открытого акционерного общества санатория «Урал» селянина Галина Алексеевна. С 1919 года образован сельский совет. Материалы по истории сельсовета еще не оформлены, но имеются все данные районного архива. На стенде предоставлены фотографии последних председателей сельсовета – Коровина Павла Тимофеевича и Плотникова Владимира Яковлевича. Секретаря, а позднее бухгалтеря, проработавший 20 лет в сельсовете Бочкаревой Раисы Федоровны, а также глав Хамутинского сельского муниципального образования Болтушенко Ивана Ивановича и Кутейникова Владимира Андреевича. И главы Хамутинского сельского муниципального поселения Вороновой Надежды Ивановой. В альбомах помещены отчеты о работе сельского совета. Администрация и сельсовет неоднократно награждались грамотой. Славится село и спортсменами. Еще в далекие 50-е годы команда игроков в городке участвовала в областных соревнованиях. Лучшие спортсмены села и их спортивные достижения оформлены в альбоме «История спортивной жизни села». Кубки, медали, рапорт спортсменов в Хамутинской территории 27-му съезду Коммунистической партии. Богатая история сельского дома культуры. В альбоме «Клуб зажигает огни» истории сельского дома культуры и его заведующего Мусихина Михаила Алексеевича. Патефон, пластинки к проигрывателю. Натушащий на магнитофон. Костюм участницы сельского хорора 60-70-х годов. Альбомы с фотографиями, работы детского кружка творчества. История Хамутининской школы известна с 1913 года. Она размещалась в небольшом деревянном доме до 1961 года. Сейчас этого здания уже нет. Это была начальная школа. С 1961 по 1973 год – восьмилетняя школа, а с 1974 года – средняя школа. Знамена Пионерской и Комсомольской организации. Горн и барабан. Ленты ассистентов Знаменной группы. Школьная форма. В 85-летию Пионерской организации собрана Библиотека Пионерской жизни. В 90-летие в ЛКСМ музей пополнился литературой по комсомолу. Устав в ЛКСМ, задачи Союза молодежи, материалы для подготовки к вступлению в ряды в ЛКСМ, комсомольский билет 1946 года. Здесь хранятся ручки с перьями, чернильница, дневник и табель успеваемости 40-х годов, учебники, газеты и журналы для пионеров и октябрят, история учительских династий и выпускников школы. Многими выпускниками гордится наше село. Это доктор медицинских наук Казанцев Александр Павлович. Ему принадлежит учебник глазных болезней 1913 года выпуска. Доктор физико-математических наук Смирнов Леонид Степанович. Сейчас он проживает и работает в Новосибирском Академгородке, где возглавляет кафедру подготовки кандидатов новых. Отдел нумизматик. Здесь хранятся старинные деньги. Екатериновские, Керенские, Советские. Талон на продукты и талоны урожая 90, на которые можно было приобрести дефицитные товары. Комната «Боевой славы». 185 человек ушли на фронт с хаматининской территорией. 118 человек не вернулись из боя. Все они увлековечены на этих стендах по альбому. 46 хаматининцев защищали Москву. По 30 односельчан защищали Сталинград и Ленинград. 17 участвовали в Курской битве. Документы времен Первой мировой войны. Письма. Похороны. Фотографии. Личные вещи участников Великой Отечественной войны. Награды. Штык-нож на ленту. Книги памяти. Женщины-фронтовички. Труженики тыла, награжденные медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Войны-интернационалисты. Учащиеся школы продолжают собирать материал об участниках войны и тружениках. Музей посещают учащиеся школы. Воспитанники детского сада. Вестные жители участвуют в жизни музея. Они устраивают различные выставки. Выставка вышивки крестов Вараксина «Милость и радовная». Коллекция значков Песютиной Зинаиды Федоровны. Коллекция значков Олимпиада «Восемьдесят Москва». Каждый год в музее работает новая группа экскурсоводов, которая проводит экскурсии и знакомит посетителей с новыми экспонатами. На базе музея проводятся мероприятия. Широкая масленица, самовар вскипелся к столу. Музей как машина времени для учащихся первых и четвертых классов. Как рубашка в поле выросла. И другие. С открытием музея появилась возможность использования экспозиции музея в региональных компонентах на уроках истории, географии, биологии, физики, ИЗО. Проводится профориентационная работа на примерах экспозиции музея. Посетите наш музей. Добро пожаловать!